Девушки отдыхают Действует вирус ВИЧ Этот вирус присоединяется к этим CD4 К Т-клеткам лимфоцитам Проталкивает вот эту свою Белковую часть Вовнутрь РНК, протеазу, тегразу и обратную транскриптазу Вовнутрь этого лимфоцита Свой генетический материал И начинает внутри перепрограммировать лимфоцит Чтобы воспроизводить новые вирусы ВИЧ И миллионы новых вирусов выходят из этой То есть CD4, которая должна По идее защищать нас от вирусов Сама становится источником вирусов Вот в чем ужас и пагубность Вообще этого вируса То есть больше ни один вирус так не работает Кроме ВИЧ Ну и конечно постепенно идет разрушение организма Ну это вот как бы описание Жизненного цикла, но мы это посмотрим То есть вот он здоровый вирус Он через вот этот рецептор Присоединяется к клетке То есть вот течение идет отсюда Присоединяется, проталкивает внутрь вот эту свою Белковую генетическую часть Там начинает перепрограммирует код и размножение И на выходе уже здоровые вирусы Их много-много миллионов Ну мы это Сложно, да? Мы все сейчас посмотрим Знаете, нам тоже как-то это было одно время сложно Но это почему нужно понять Потому что если вы не будете знать весь механизм Потом не убедите человека принимать терапию Потому что я себя замечательно чувствую Зачем мне это надо? И если вы его не убедите А вы не сможете убедить, если вы не будете представлять Вообще всю схему работы Понимаете? Человек должен знать, что происходит у него в организме Идем дальше Вот жизненный цикл ВИЧ Каков он? Ну вот как раз еще раз давайте посмотрим То есть вот та картинка ведет в объяснение Сначала он присоединяется к лимфоциту К Т4 К СИДИ-4 Сливается Сливается с ней вместе И проталкивает свою капсулу белковую Вовнутрь этого лимфоцита Здесь включается обратная транскриптаза Которая начинает встраивать свое РНК В РНК лимфоцита Для создания копии Почему обратная? Потому что копия получается неверная Потом интеграза Она внедряет вот этот ДНК вирус в геном человека Вводится Воспроизводится новый вирус И с помощью протеаза уже идет сборка новых вирусов И эти новые вирусы выходят из клетки То есть протеаза, знаете, это как вот Сборочный конвейер Да, сборочный конвейер Берем отсюда протеазу Берем отсюда интегразу Бумска, собираем их вместе РНК, чух, вирус отпустили Берем еще одну протеазу, еще одну интегразу Чух, вирус отпустили Вот этим занимается протеаза Она берет так, чух-чух-чух Все соединяет и выбрасывает Соединяет и выталкивает Соединяет и выталкивает Понимаете? Вот этим занимается протеаза Как рабочий на сборочном конвейере Вот сейчас мы посмотрим, можно, можно, изобретаются лекарства, они как раз так и действуют То есть можно блокировать работу Ну вот здесь вот, видите, вот черненькое наверху, это как раз новый вирус выходит из клетки Представляете, какой он маленький Вот эта поверхность, это поверхность теле-лимфоцита Вот такая То есть сама клетка по себе получается Очень большая по сравнению с вирусом То есть это как фабрика по производству вот этих вот вирусов И вот здесь вот видно вот этот вот теле-лимфоцит А вот это вот все новые вирусы выходят из нее Зрелые и незрелые Ну и вот на поверхности теле-лимфоцита вот эти все варионы, вирусы Вот их миллионы вышло Представляете, вот эта вот поверхность нашего с вами лимфоцита, который призван нас защищать И вот этот самый лимфоцит, он миллионы вирусов выбросит в наш организм Вот в чем ужас вообще всей этой болезни Что вы себе представляли вообще, как это все дело работает Дальше Ну и давайте теперь посмотрим, как развивается ВИЧ-инфекция Вот как раз вопрос, когда вот переходит этот вопрос от заражения ВИЧ в стадию СПИДа Когда это все происходит Вот вирус попадает в организм человека Это вирус красный идет Синенький это количество CD4 То есть сначала у нас его больше тысячи у нормального здорового человека CD4 CD4 в миллилитре крови Тысяча штук Ну от 1000 до 1500 CD4 вот у здорового человека Ну больше 800, читается человек здоровый Вируса ноль Вот вирус попадает И пока CD4 не распознала Понимаете, какая штука? Он же атакует CD4 CD4 не способна его сначала распознать Потому что они сами становятся в заложниках у вируса И вот пока CD4, ну будем так говорить, до них не дойдет Вот он начинает размножаться Достигает какого-то уровня Когда клетка определяет его Начинает вырабатывать вот здесь антитела Какая-то другая клетка незараженная Начинает понимать Что-то такое происходит Мне что-то надо делать И проходит от 6 до 12 недель Даже, сейчас говорят, до 6 месяцев Когда не определяется вирус красный То есть зависит от состояния организма Если такой крепкий организм Это происходит быстрее Если слабый, у него мало этих клеток У него еще дольше может быть Понимаете, да? Вообще не может быть антитела То есть до 6 недель человек может быть носительной вещью Причем в этом у него огромное количество вещей Он, знаете, очень опасен Смотрите, вот здесь и там, когда уже спит Количество вируса одинаковое в организме Видите, да? Но здесь он просто носитель И здесь он здоровый, он ходит, качается Он сексуальный или там она, понимаете? Там никаких признаков Это человек, ведущий 100% здоровой жизни Но у него такое количество вещей Такое же, как в терминальной стадии спидов И мы обычно молодым людям говорим Вот если перед вами молодой человек Который, ну будем так говорить Весь в герпесе У него все кожные заболевания Слабоумие, истощение, саркома капоши Менингит, понос, герпес Вы будете с таким человеком целоваться? Они нет, он же заразный Так вот, у него вируса столько же, сколько вот здесь То есть, по большому счету, поцелуй того и этого человека Одинаковый Одинаковый По количеству вирусов, если так брать Ну, конечно, мы утрируем Мы с вами говорили, что, в общем-то, через невинный поцелуй не передается Но через кровавый поцелуй Мы понимаем, что и там, и там В общем-то, очень большая И вот начинают вырабатываться антитела И антитела начинают подавлять вирус Но совсем его убить нельзя Потому что клетки уже перепрограммированы вирусом Т4 Они какое-то время, там, чуть больше, чуть меньше Идет, идет развитие постепенное И это продолжается 10-15 лет То есть, от 10 до 15 лет Без терапии Человек живет И если он ведет здоровый образ жизни Не курит, не пьет У него есть работа Нормальная семья Он верующий У него на духовном, эмоциональном Профонте все в порядке То есть, он 10-15 лет без терапии, без всего Живет Но почему ему надо вставать на учет? Потому что нужно поймать тот момент Количество клеток все равно CD4 падает Потому что вирус никуда не делся И нужно поймать тот момент, когда нужно помочь организму И принимать, начинать терапию И вот в России, когда количество клеток достало 350 350 всего-навсего в одном миллилитре крови Это уже сигнал, что нужно принимать АРТ Антиретровирусную терапию Ну пока, если положа руку на сердце Врачи прописывают только если 200 Хотя, в общем-то, как бы положено По мировым стандартам 350 Но врачи, вот у нас в России Вот 350, как правило, АРТ не предлагает Предлагают, если 200 Но мы скажем, в чем проблема вообще С самой этой терапией Почему так сложность возникает? И хорошо, что наши врачи не торопятся Ну, как бы тут такая монета от двух концов Как полочка от двух концов Ну, чтобы вы имели представление Где нужно поторопиться А где нужно, как бы, может быть, и подождать Вот Значит, понятно, да? Ну и когда количество клеток уже снизило Меньше чем 350 Идет лавинообразное возрастание этих вирусов В организме И человек умирает от так называемых Аппортунистических заболеваний Или сопутствующих Которые здесь перечислялись Потери веса, лихорадка, понос Кандидоз, менингит, саркома У вас на 32-й странице Или, да, по-моему, на 32-й ваших пособий На 31-й, вот жизнь продолжается Там все практически вот эти заболевания Перечислены, от которых человек умирает Из-за того, что у него не работает иммунная система Понятно, да? Что вы представляете? Когда говорят, от СПИДа еще никто не умирал Вы согласитесь? Конечно! Это же обычный самый главный аргумент СПИДа не существует, потому что от него никто не умирал Ну, понятно, что у него никто не умирал Но это не значит, что СПИДа не существует Теперь вы представляете, что такое СПИД? Это поражение иммунной системы И умирает от герпеса, например Или от туберкулеза, или от лихорадки Но из-за того, что СПИД прогрессирует Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы Это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование Поддержите наш проект молитвой и финансами Информацию, о чем молиться и как пожертвовать Вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари